Напитай себя самого, свою семью, и весь мир – дом хлеба. Каждый день на устах моих Это сладкое имя – Иисус. Я не знаю имен других, из чего я при вас вношу. Мое сердце поет о нем, А Спаситель дивно мое, Только Он мне дает покой, Его имя всегда со мной. Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему, Аллилуйя, Аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему, Аллилуйя, Аллилуйя. Сегодня я хочу говорить с вами, братья и сестры, О духовном развитии человека. Рост, он должен быть постоянным. Ты должен расти, ты должен развиваться. В одной из воскресных служений я это говорил. Мы наблюдаем за ростом и за развитием собственных детей. Мы наблюдаем от месяца к месяцу уровень успеваемости собственных детей. Мы смотрим, что полгода назад он читал 40 слов в минуту. Шесть месяцев спустя он уже читает 80 слов в минуту. Мы наблюдаем и мы понимаем, что он растет. Мы видим, как наши дети вырастают из одежды, как штанишки уже короткие, обувь надо менять. Мы понимаем, что рост, он повсеместно. Мы понимаем, что сезоны в природе присутствуют. Это нормально, когда растет дерево, цветет дерево. Это нормально, когда завязываются плоды. Потому обязательно мы должны понимать, что духовное развитие твоей жизни – это обязательный процесс. Что гнев Иисуса Христа по отношению к смоковнице был вызван тем, что он не нашел на ней плода. Он раздвигал эти ветви, смотрел, ища плода. Но он не нашел. Дерево должно плодоносить. Жизнь христианская должна сопровождаться пользой. Пользой! Пользой! Нет пользы от того, что мы здесь собираемся. От этого пользы нет никому, кроме нас самих, если Господь нас учит. Но мы учимся для того, чтобы быть готовыми выйти во взрослую жизнь и приносить плоды. Я от этого не отступлю. От этого некуда отступать. От этого невозможно отступать. Это основная миссия, основное слово, которое должно проповедоваться в Доме Божием. О пользе нашей христианской жизни. Потому я сегодня хочу говорить о том, насколько важно получать слово от Бога, насколько важно правильно реагировать на это слово, и насколько часто мы противимся этому слову. Моя задача сегодня с помощью Духа Святого, с помощью Господней помочь тебе, помочь себе убрать определенные камни с твоего пути, которые могут мешать тебе расти и развиваться духовно. Есть много камней, подводных камней или очевидных камней, которые ты сам знаешь и все видят. Их надо убрать с пути. Я хочу просто поговорить сегодня о таком явлении, как противление голосу Господа. Есть такое состояние в человеке, когда он противится. Противится, зная, что противится Богу. Зная, глубоко внутри зная. Сам злится на это, сам сердится, сам себя разрушает и вредит окружающим, но противится. Такова человеческая плоть. Такова она эта плоть, что она всегда противится Духу. Я бы хотел поговорить, как это все обнаружить в нашей жизни, выявить и как от него избавиться. Как вообще соглашаться с Богом, покоряться Богу и исполнять Его волю. Казалось бы, такие общие слова, общие фразы, но мы перейдем к очень откровенной беседе, к очень практическим моментам нашей жизни, потому что мой абсолютный интерес, чтобы в доме хлеба люди росли, чтобы люди убирали своего пути те преграды, которые мешают людям расти. Оглянувшись назад, ты должен видеть разницу. Ты должен знать, что ты вырос из этого состояния. Ты должен знать, что привычки, с которыми ты боролся, с помощью Божьей ты одолел. Ты стал новым человеком. Это очень важно, чтобы процесс моего духовного развития продолжался бесконечно, пока не придет Господь. Итак, Ефесянам 4.18 есть интересный текст. С него можно начать, можно просто сказать общими словами. Библия говорит, что есть люди, которые помрачены в разуме и отчуждены от жизни Божьей. Слышишь, есть люди, которые отделены от Божьей жизни. Если бы Божью жизнь можно было определить территориально, допустим, Божья жизнь вот здесь на сцене, то вы в этом случае, вы, люди, находящиеся в зале, вы отделены от Божьей жизни. Вы не находитесь на территории Божьей жизни. То есть в Библии есть конкретное понятие Божьей жизни или жизни в Боге. Я однажды перечитал Новый Завет и обнаружил, около 80 раз в разных словарных и словесных оборотах употребляется такое выражение «жизнь во Христе». Есть жизнь во Христе. Вот есть Божья жизнь. Есть люди, живущие Божьей жизнью. И вот есть люди, отделенные или отчужденные от Божьей этой жизни. И там написано две основных причины, почему это происходит с людьми. Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели в свое сердце. Это служение, вот этот час, который мы сейчас имеем, он имеет конкретное назначение, он может иметь конкретную пользу, если ты всем своим сердцем примешь то, о чем я сейчас говорю. Люди отделены от Божьей жизни по причине их невежества. Первое слово стоит. То есть апостол Павел через духовное провидение определяет невежество, то есть незнание. Люди не знают, что такое жизнь Богоугодная. Что такое Божья жизнь? Есть очень много верующих людей, которые понятия не имеют, о чем я сейчас говорю, тем более о чем говорил Павел. Что такое Божья жизнь? Ну, верю в Иисуса Христа. Читаю Библию, посещаю богослужения в церкви. Что имеется в виду Божья жизнь? Что имеется в виду дела, которые в Боге соделаны, говорил Иисус Христос. Есть много разных дел, хороших дел, но есть понятие дел, которые в Боге соделаны. Это конкретно под командованием Бога соделаны, под велениями Бога соделаны, под руководством Бога соделаны дела. Итак, Божья жизнь и люди, отделенные от Божьей жизни по причине невежества. Как справиться с этой проблемой? Как преодолеть эту проблему? Как убрать невежество? Христиане, люди, как убрать невежество? Как перестать быть невежественными людьми? То есть незнающими воли Божьей и хотений Божьей? Я иногда говорил, важно угождать Богу. Важно. Важно всегда угождать хозяину на работе. От этого зависит все, как ты будешь развиваться в своей профессии, в своей карьере. Очень важно. Но как можно угодить Богу, не зная Его воли? Я не говорю об общей Божьей воле. Я не говорю об воле Божьей. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Я говорю о моей персональной жизни. И я не хочу отступать от этого вопроса. Мы так сильно озабочены нашей вообще бытовой жизнью, что понятие Божьей жизни стоит очень далеко. И люди, которые реагируют на Божий призыв и делают какие-то конкретные вещи в ответ на Божий призыв, мы как-то должны объяснить этих людей. Мы должны объяснить этих миссионеров, которые едут на миссию в Россию. Ну почему вдруг эта семья, трое детей, шестеро детей, четверо детей едут на миссионерские поля? Чего бы вдруг? Наш плотской ум должен ну как-то объяснить это, что стряслось. И мы каждый шифруем по-своему. Может у них там родственники. Может им не понравилось в Америке. Может быть они просто хотят разнообразия в жизни. Может быть они просто ошиблись и вернутся через месяц. Но нам так трудно, просто так трудно плотскому рациональному сознанию, так трудно однозначно поверить, что это и есть человек, который услышал голос Бога в своем сердце и повиновался этому голосу. Это и есть образец, на который надо равняться. Если он решился в столь большом, то тем более я должен быть готов в маленьком, в деталях повиноваться Богу. Я иногда говорю, давайте выберем 3-5 добровольцев из этого зала, пригласим их на сцену, дадим им минуту времени, чтобы эти люди в течение этой минуты угодили Богу. Вот пожалуйста, у вас есть время, пожалуйста, угодите Богу в течение минуты. Естественно, если вы разумный человек, вы скажете, чего хочет Бог. Когда ты мне скажешь, чего Бог хочет от меня, я постараюсь Ему угодить. Вы совершенно правы. Так если трудно Богу угодить в течение минуты из-за невежества, из-за незнания, чего Он конкретно хочет от тебя, тем более трудно Богу угодить в течение жизни, в течение недели. У нас начинается рабочая неделя завтрашнего дня. Хочет ли Бог вообще чего-то? Вообще мы озадачены этим, мы хотим узнать вообще чего Он там на небесах хочет. И это серьезные, очень серьезные вопросы. И вот что я понял, да, что христианство должно действительно много-много размышлять. Оно должно посвящать очень много времени рассуждению над Словом Божьим. Соломон написал, если ты наклонишь сердце твое к размышлению, это как бы настроить себя, это такая расположенность, это в твоей власти полностью. Потому что ты распоряжаешься своим временем тем, как проводишь каждый день в своей жизни. Ты склоняешь свое сердце, к чему ты хочешь склонить свое сердце. И Соломон обнаружил такую интересную вещь. Он пишет, если ты наклонишь сердце твое к размышлению, то он делает вывод, ты найдешь познание о Боге и уразумеешь страх Господень. Ты найдешь познание о Боге, но сердце твое должно быть наклонено к размышлению систематически. Это должен быть образ твоей жизни. Размышлять, именно размышлять. Знаешь, это делали праведники, это делал Давид. Давид писал, войду в размышление о силах Господа. То есть он брал себе тему определенную, насколько сильный Господь. Вообще, что такое сила Господня? Как она проявляется? Чем она измеряется? Что такое сила? И он говорит, я войду в размышления. Давид пишет, что иногда он 7 раз в день молится. Иногда он пишет, он же писал абсолютно свои переживания. Он писал свой личный опыт. Этот человек писал свою биографию. Он писал свой распорядок дня. Он писал, я не лягу спать. Я не дам сна своим очам, пока не найду Господа. Что он писал? Он писал свой личный опыт. И мы сегодня удивляемся, как это Давид так стал пророком? Как это он так стал мужем по сердцу Бога? Это очень важно и понять. Как обычный человек, такой как ты, как я, может стать человеком по сердцу Бога? Знаешь, когда нам приготовят вот еду, допустим. Мы говорим, ой, просто по душе. Мне вот просто эта еда, или там вот эта одежда, или там вот эта музыка, ну просто по душе мне. Это называется по сердцу. Называется как бы совпадает. Это то, как я понимаю. Это то, как я вижу. Это то, как я чувствую. Это то, как я люблю. Представляешь, Бог говорит, я нашел мужа по сердцу своему. В чем изюминка этого Давида? Откуда он такой свалился? Где он взялся? Такой Давид, что Бог говорит, нашел. Нашел мужа по сердцу своему. И он объясняет. Он исполнит все хотения мои. Представляете, что заявляет Бог? Что привлекло в Давиде Божье сердце? Он исполнит хотения мои. Все. Никакого другого объяснения. Бога не привлекло его мужество. Бога не привлекло его способность играть на музыкальных инструментах. Бога это все не привлекло. Способных, талантливых людей много, которые говорят, пишут, поют лучше, чем я и все другие. Этот человек исполнит все мои хотения. И я специально взял вторая книга царств. Двадцать третья глава. Двадцать третья глава второй книги царств. Ветхий Завет. Знаете, как называется эта глава? Последние слова Давида. Вот давайте прочитаем пять стихов. Что говорил Давид в последний раз в своей глубокой старости? Что было записано? Господи, как это интересно. Что скажу я? Какие последние слова скажу я, которые запомнят люди, запомнит Бог? Вообще, что у меня будет на языке в свои последние дни жизни? Последние слова Давида. Изречение Давида, сына Иесеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. Как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе от сияния, после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? То есть, он говорит, из ничего, дом мой, под понятием дом он понимает себя, свой род, свои поколения, которые он родил, дом мой. У Бога. Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? Итак, Давид заканчивает свои слова такими выражениями. От Бога исходит все хотение мое. Мне очень хочется поговорить о том, как так получается, как так происходит, происходит ли такое в твоей жизни, когда Божьи хотения начинаются в тебе. Бывало ли у тебя такое? Что это за состояние? Что происходит с человеком, когда Бог производит в нас хотение по своему благоволению? Известно ли тебе такое чувство, когда Бог производит в тебе какое-то хотение? Все, что исходит от Духа Божьего, оно абсолютно бескорыстно. То, чего хочет плоть, то, о чем мы сегодня слышали, хотел Марк, ну просто ярко показаться, ярко себя проявить. Оказалось, это не хотение Бога. Оказалось, это амбиции так сыграли в душе человека. И такого много всякого бывает в жизни. Я говорю о том, когда Бог производит свое хотение в человеке. Вот это и есть тот момент, дорогой мой брат и сестра, вот это и есть тот момент, который можно называть точкой отсчета. Это и есть тот момент, который мы называем началом какого-то очень важного процесса. Что это за момент, когда Богу удается произвести в тебе свое хотение? То есть воля Его, то, чего Он хочет, вдруг становится понятной. Это не просто на уровне интеллекта. Вот Бог хочет. Бог, Он удивителен тем, что Он производит не знание того, чего Он хочет. Он производит само хотение в человеке. Человеку вдруг хочется. Бог производит хотение в нем. Дальше написано. И действие. Известно, что между хотением и действием есть определенная дистанция. Известно также, что хотение Бог может произвести. А действие – это акт моей воли. Действие может не последовать. И вот здесь, как бы самое важное, что происходит в человеке. Что происходит в верующем человеке? Когда ему становится известной воля Божия. Когда в нем пробуждается хотение посредством Духа Божия. Особенно в момент молитвы. Момент молитвы, когда Дух Божий накрывает человека. Человек переживает. Вот сердце Бога переживает. Он ярко обнаруживает то, чего хочет Бог. И человек часто очень, в минуты скорби, в минуты молитвы, он говорит. Бог, я сделаю то, что ты мне говоришь. Господь, я даю тебе обед. Я выполню. Я чувствую, что ты этого хочешь. И мое сердце горит. И я этого хочу. Но потом, как бы, Дух Божий отходит. Человек возвращается в обычную жизнь. И начинается борьба. Самая настоящая борьба. Разум наш начинает восставать окружение, логика, мирская. Начинает восставать против всего, что производит Божий Дух. И мы тратим очень много силы на противодействие. Мы тратим очень много энергии, чтобы противиться всему, что Бог пытается в нас произвести. Я сейчас расскажу вам свои личные примеры. Их очень много, этих примеров. От самых маленьких, незначительных, до очень больших, глобальных решений, которые приходилось принимать в жизни, то, что Бог произвел, оно было очень сильным. Но потом, потом поднималась целая волна противодействия, противления, противления. Почему Самуил поставил два слова этих вместе? Непокорность Господу и противление. Он поставил их вместе. Мы не можем говорить о противлении, не зная, чего хочет Бог. Плоти, они никогда не будут противиться Духу, пока Дух не проявит чего-то. Парадокс, но факт. Многие верующие люди даже не знают сейчас, о чем я говорю. Они не знают, как плоть противится Духу. Они знают, как Дух противится плоти. Потому что, когда плоть проявляет себя, когда страсти бушуют, когда искушения большие, когда страшно, когда плоть берет свое, тогда Дух начинает противиться плоти. Мы молимся, мы говорим, помолитесь, чтобы Бог дал духовной силы победить мою плоть. Да, мы это знаем, когда плоть восстает. Но мы намного меньше знаем, когда Дух зовет человека что-то делать. Когда человеку открывается воля Божья, и Дух человеческий принимает решение повиноваться Богу. Вот сколько сейчас здесь присутствующих в зале и смотрящих нас по телевизору знают, о чем я говорю. Когда Духом, нутром своим ты знаешь, ты слышишь голос внутри, который тебе говорит, вставай и делай, действуй. И ты знаешь, что это хотение в тебе произвел Бог. Ты знаешь, что он его развивал долгое время, и теперь оно созрело. И теперь тебе время, и ты говоришь, буду действовать, Господь. Но здесь же ты упираешься в такое противостояние, как будто все вокруг начинает конфронтировать вот это откровение. Потому что, если ты повинуешься этому откровению, будут реальные плоды, будет реальная Божья слава. Потому начинается сильное противостояние. Например, Дейл Карнеги когда-то сказал, самый сильный метод заставить человека что-то сделать, это заставить его захотеть это сделать. Потому что, когда ребенок захотел это сделать, когда человек хочет это сделать, то в нем такой внутренний мощный потенциал открывается, ты его просто не остановишь. Но что происходит с человеком, который хочет, хотение в себе обнаруживает, но начинает встречать, например, такие логические умозаключения. Допустим, как Петр говорит Иисусу, Господь, да не будет этого с Тобою. И он искренне это говорит. Это не враг Иисуса Христа. Это друзья, это окружение. Это самое искреннее намерение. И я встречаю этого очень часто. Да не надо этого. Да ты знаешь, сколько это стоит. Да ты понимаешь, что это серьезно. Слушай, и Христос говорит ему, ты говоришь не то, что Божие. Ты говоришь хорошие. Ты говоришь с заботой обо мне. Ты говоришь с любовью обо мне. Но это не то, что Божие. Это то, что человеческое. И мы очень часто встречаем такие просто моменты, когда, допустим, я помню, в 2000 году, это было почти 9 лет назад, даже больше, уже 10 лет назад, просто вот пришло страстное, сильное желание уехать в Лос-Анджелес. Уехать в Лос-Анджелес. И я помню, я поехал туда один первый раз. Я ходил просто по этому городу. Я пошел в парк. Я встречался с людьми на улицах. Я обошел все центральные улицы. Я ходил и молитвенно пытался понять, это Бог производит во мне это хотение или это не Божье во мне. И вы знаете, как много сразу сочувствующих, как много разных советников. И до сих пор люди, они же, понимаете, плотское мышление, написано, оно Богу угодить не может. Оно не способно Богу угодить. Люди сразу как бы все на свой лад перекручивают, сострадают, сочувствуют. Кто как это объясняет? Я помню, вроде бы уже склонился к этой мысли, ну все, ну ладно, это что-то я запутался, ну не надо это все, не надо. Живут же люди. Ну что я такой неугомонный? Ну что постоянно не сидится? Ну что за человек? Ну можно же как-то вот стабильнее жить. Еду домой, все, принял решение. Не буду. И так тяжело на душе. Так вот в душе что-то неправильно. Так в душе, как ты огорчил кого-то дорогого. Вот как бы в душе ты знаешь, что что-то туда Бог положил. И опять говорю, нет, я буду туда ехать. Я помню хорошо, часов пять или шесть я ехал, я просто пел. У меня текли слезы, как тебя как отпускают. Тебя как небеса опускаются. Потому что благодать Бог дает смиренным. Смирение предполагает отказаться. Смирение предполагает вообще не о тебе разговор. Вообще не о тебе разговор. Есть люди многие, которые хотят, чтобы о нем был разговор, чтобы с ним считались. Он хочет вообще Богу заказывать музыку. Он хочет в итоге, противящийся Богу человек, это борющийся с Богом человек. Это Божье хотение. А человек говорит, нет, не твоя воля добыть. Моя. Не как ты, а как я хочу. Вот мы сейчас были в этой поездке. В одной церкви. Подходит женщина лет 50. Понимаете, просто вот как дом Кихот. Сразу с копьем на тебя. Буквально вот нападает, да? С расстояния. Я хочу, чтобы пастор был здесь возле меня. Я хочу в его присутствии все сказать, что я думаю об этой церкви. Этого пастора просто за рукав раз подтянуло. И я вот в такой сцене. Я хочу, Александр, чтобы вы знали и вы слышали, что это не церковь, а цирк. Я говорю, вау, вау, стоп. Давайте разберемся, что здесь происходит. Вообще я не верю в эту церковь. Я не верю в этих пастырей. Это все большая игра. Да, я пришла к Богу. И я сказала, вы должны мне помочь. У меня тяжело больная мама. И она начинает все это рассказывать. Я говорю, подождите, подождите. Давайте отойдем в сторону. Мы пришли в сторону. Я рассчитываю, что вы меня поймете. Я рассчитываю, что вы мне поможете. Я говорю, подождите, вы так не зарекайтесь. Я не знаю, что в вашем представлении, какой должна быть моя помощь. Потому я не знаю, помогу ли я вам, или я окажусь в списке очередных жертв. И вы, встречаясь с определенным человеком, скажете, я уже и к Александру обращалась. Одних никакой помощи не дождется. Я говорю, давайте разберемся. Нет, я им сказала. Я им сказала, вы должны мне помочь, если вы настоящие верующие. Я говорю, подождите, хорошо. Стоп, стоп. Допустим, вам в этой церкви не помогли, потому что эта церковь не в должном духовном состоянии. Может такое быть? Может. Может. Может такое быть, что пастор вообще невнимательный, недуховный человек. Он вообще не на своем месте. Может такое быть? Может. Вот-вот я и об этом, она говорит. Я говорю, хорошо. Вы ходили в другие церкви в городе? Я обращалась ко всем. Я уже всех обошла. Я говорю, вам никто не помог? Никто. Я говорю, вы хотите сказать, к вам не приходили и не помогали? Вы это хотите сказать? Ну, приходили. Приходили три раза, молились, помогали. А оно ничего не помогло. Я говорю, что вам говорили, служители? Что вам говорили? Ну, давали разные советы, смирись, там, прими это, как волю Божью ты должна навести порядок. Что они мне говорят, что нужно делать? Что я не вижу, что нужно делать? Они вообще меня не слышали. Они не слышат, что я им говорю. И она с такой болью, с такой горечью, со слезами, с отчаянием, на грани просто, на грани, ну, взрыва, на грани эмоционального просто разрушения, она абсолютно на сто процентов убеждена, что церквей нет достойных, служителей нет достойных. Я очередной человек, который ее не слышу, не понимаю, говорю вообще на другой волне. И я ей говорю, слушайте, женщины, вы вообще, говорю, сейчас находитесь на развилке. Вы очень сильный волевой человек. Вы привыкли в жизни править. Вы привыкли всего добиваться силой своей собственной воли. Может быть, в мире это и получается, может быть, в миру это и помогает. В церкви так не работает. В церкви мы подразумеваем смирение. В церкви мы подразумеваем, что есть глава Христос. И здесь музыку не заказывают. Потому что последним в вашем списке обид будет Бог. Последним, на кого вы обидитесь, что Он вам не помог. Потому что вы не слышите Его. Вы не слышите меня. Вы меня не слышите. Вы закрыли уши, и вы не слышите того, что я даже пытаюсь вам сказать. У вас есть своя программа, и вы заказываете эту программу. И если не будет сделано по этой программе, я не хочу вас всех знать. И вашего Бога в том числе. Вот что такое противление. Я сказал, хотите, я буду за вас молиться. Но не за решение проблемы, как вы видите, а за решение проблемы, как Бог видит. И вообще сейчас я вам скажу, друзья, очень модной становится тенденция вот этого как бы такого учения веры. Ты царь, ты хозяин. Ты можешь по-любому поступить в любой ситуации. Сколько я вот слышал, я так, ну как бы не падок там, слушать много, читать такого, но неоднократно оказывался вот перед телевизором, когда люди просто учат, надвигается гроза, ты встаешь и просто говоришь, туча налево во имя Иисуса Христа. И она должна тебе повиноваться. Ты просто встаешь и говоришь природе, ты говоришь законам природы, ты говоришь болезням. Ты дитё Божье, ты царь. Ты заказываешь машину, ты заказываешь карьеру, ты заказываешь мужа, ты заказываешь жену. Ты всё заказываешь в жизни. И если ты веришь, ты это получаешь. Не получаешь твоя проблема. Я вам скажу, я совершенно не иронизирую, ни на один процент не иронизирую. Мне больно. Почему? Потому что суверенитет Бога, он совершенно унижен. Как будто Бог у нас на побегушках, как будто Бога мы управляем, как вот этими компьютерной игрой. Понимаете? Я думал об этом, может быть, это во мне нет веры, может быть, это я неправильно понимаю вещи, может быть, Бог действительно в мои руки отдал всю власть распоряжаться своей жизнью и всеми ситуациями в моей жизни. Может быть, это я неверующий, или я не понял этого учения веры до конца. Господи, проясни меня. И знаете, и Бог мне говорит, посмотри на апостола Павла. Как ты думаешь, он человек веры? Господи, Павел явно человек веры. Ну вот смотри, у него во плоти было жало. И он ни разу не разговаривал с этим ангелом сатаны. Он ни разу не повелевал ему оставить свое собственное тело. Он три раза об этом говорил, и все три раза говорил с Богом об этом. Он трижды молил Бога удалить этого ангела от него. На третий раз Бог ему сказал, больше мы об этом не разговариваем. Я его удалять не буду. Я дал его, дано тебе жало во плоти, и удалять его не буду. И Павел больше об этом не молился. И я, друзья, что хочу сегодня сказать? Я хочу показать одну очень важную вещь, что человек должен научиться принимать Божью власть в своей жизни. Вера в Бога предполагает то, что все содействует ко благу. В жизни любящего Бога человека все содействует ко благу. Что это значит? Это значит, что я принимаю верою, что Бог контролирует мои обстоятельства. Если я и действую в вере, или наступаю на какие-то вещи, то только в рамках известной мне Божьей воли. Я знаю, что это учение наряду со многими сегодня очень непопулярно. Сегодня популярны другие вещи. Но что самое интересное, я хочу сейчас сказать, потому что наше время быстро бежит. Что самое важное, я хочу сказать. Человек, который занимает позицию противления, который пытается аргументировать свое непослушание Богу, потому что человеку надо выйти из ситуации. Человеку как-то надо выйти из ситуации. Допустим, я помню, как я был в Лейктахо, может быть, год назад, может быть, полгода назад, не знаю, в городе. И во время молитвы на улице, да, я просто переживал за свой город. Переживал, что здесь тысячи, десятки тысяч славян живут. Я просто жаловался Богу, говорил, Господь, может ли как-то все это решиться? Могу ли я поговорить с этим городом? Помоги мне. И может быть, через полчаса, может быть, через час такого общения с Богом я ощутил просто ясное, как луч, ясное, как лазерный луч, просто в сердце. Сделай подарки пасторам на Рождество. Я просто вкладываю это в твое сердце. Сделай это. Сделай это за свои собственные деньги. Ни одного доллара не возьми с церковной кассы. Просто благослови пастырей этого города. И вы знаете, оно просто вошло. Тонко, ясно, сильно, определенно, глубоко, внутрь вошло. Я стал прославлять Господа. Я как бы увидел такую ясную картину. Вот что надо сделать. Напиши им письмо мира. Благослови их. Это было такое классное чувство. Такое, как будто я уже увидел жатву. Как будто я что-то такое приятное и славное сделал. Знаешь? Но потом я возвращаюсь в обычную жизнь. Потом я начинаю советоваться, потому что надо с женой посоветоваться, потому что надо с друзьями посоветоваться. И встают очень много разных вопросов. В самом, во мне встают, даже не от людей. Просто во мне встают вопросы. Ты едешь домой, и твой разум начинает пульсировать. Поймут ли тебя люди? А может, они скажут, ты заискиваешь? Вообще, ты знаешь, какая это будет сумма денег? Ты понимаешь, чего ты этим добьешься? Ты что думаешь, что город изменится? И эти мысли, они сильные. Я вам скажу, сильные, потому что, когда я это сделал, то из всех пастырей только один позвонил. И просто сказал, я пойду с тобой. Потому что Бог проговорил в моем сердце. Как будто никаких результатов. Ничего очевидного. Расскажи это людям. Просто на смех поднимут. Но я сейчас говорю, что мы часто тратим свои силы на противостояние тому, что сказал Бог. И мы часто сдаемся. И Библия говорит, что дух князь или дух дьявола, он действует в ценах противления. Давайте, чтобы я не был голословным, я хочу просто это показать. Ефесианам 2, 2 глава, потому что это важно увидеть, послание к Ефесианам 2, 2 глава. С самого начала, с 1 стиха. Что происходит с человеком, который противостоит Богу? И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в ценах противления. То есть есть такое понятие, как сыны противления, если я не ошибаюсь, оно встречается в Евангелии 3 раза. То есть люди, противящиеся, сознательно занимающие позицию противиться Богу и всему Божьим. Вы знаете вообще, что дьявол, его имя, противник. Апостол Петр даже в синодальном русском переводе говорит, противник ваш, дьявол, не спит. А новые переводы, я смотрел, modern translation, они вообще слово дьявол заменили словом противник. Потому что самая настоящая, самая полная характеристика дьявола, это он противящийся всему называемому Богом или святынью. Что за характер у дьявола? Что у него за имя? Как сегодня говорил, опять же, Сергей, что каждая личность содержит имя, отражающее ее сущность. Так вот, у дьявола имя, самое первое самоопределяющее, это противник. Всему, что можно называть Богом, он противится. Потому когда человек занимает позицию противиться Богу, противиться голосу Божьему, дух дьявола, дух антихриста, антихриста, находит в нем очень хорошую возможность действовать через него. Духа действующего в сынах противления. Что происходит с таким человеком? Он находит массу аргументов, почему он вообще не должен делать того, о чем говорит ему Божий Дух. Никто не делает. Никто этого не делает. Что, я крайний? Да вообще, почему я должен? Я вообще им не верю. Посмотри, на каких они машинах ездят. Дать сюда сколько денег не приноси. Здесь все бесполезно. И в человека накапливается очень много казалось бы веских аргументов, чтобы оправдать его непокорность Богу. Я же хочу сказать, что это не твое дело вообще. Что думают другие люди, как они на это смотрят? Человек должен повиноваться Богу, тогда он будет личностью целостной. Тогда он будет развиваться, когда он повинуется Богу. Тогда он обнаруживает мир. Он обнаруживает удивительный покой, когда он делает то, что говорит ему Бог. Потому что Бог производит в нем хотение, но плоть начинает говорить. Да тебе показалось. Да ты и так очень много делаешь. Да посмотри, другие вообще ничего не делают. Сравни себя с другими. И человек начинает противостоять, противодействовать тому, что Бог в нем производит. Таким образом человек разрушается. Допустим, мы читаем о Сауле, которому Бог сказал, я у тебя забрал царство. Я отверг тебя, чтобы ты не был царем. А человек говорит, а мне очень мало значит, что там у тебя за определение обо мне. Я царство не оставлю. И потому написано, сразу начал посещать его злой дух. И знаете, что интересное я обнаруживаю? Человек, противящийся Богу, он очень злой. Он очень раздражительный. Я сегодня утром, в течение этих дней, перебрал хорошие десятки людей, которых я знал, которые открыто противились Божьим велениям. Первая и обобщающая все характеристика была, они раздражались на ровном месте, на голом месте, без всяких оснований, без всяких причин. Почему? Потому что они знают, что они в бунте против Бога. Им плохо. Саула начинает раздражать Давид, потому что тот ведитель играет на арфе. Получается, то, что благословляет Бога, то, что прославляет Бога, то, что приятно, то, что духовно, человека раздражает в такой степени, что он бросает в него копье. Без оснований. Без оснований. В Давиде нет никакой вины. В музыке нет никакой вины. Ни в ком нет вины. В человеке вина. Как и в этой женщине, которой я рассказывал. Нет вины. Оказалось, нет вины. Ни на пасторах, ни на церкви. Оказалось. Вины нет. Но из-за того, что человеку прямо противится Богу, диктует Богу свои права, все становятся виноватыми. Почему я об этом знаю? Потому что, когда я за нее молился, я взял ее за руки. И я чувствовал, что Дух Божий просто как молния ее прошибает. И чувствовал, как она сокрушается. Я ей сказал, женщина, увидите, увидите, я вам пророчествую. Я употребил такое слово. Я вам пророчествую, женщина. Или вы смиритесь, и вы увидите славу Божию, или вы, как жена Иова, захотите похулить Бога. Увидите, вспомните мои слова. Или вы сейчас же смиряетесь перед Богом, я за вас молюсь. Или вы полностью разрушите свою собственную жизнь. Вы идете против Бога. Ни люди виноваты в этом, ни церкви в этом не виноваты. И Бог ее пронзил. Первое, что она сделала, она вскочила на ноги, побежала к тому самому пастору. Упала ему на шею и стала просить прощения. Он на него такенными глазами смотрел. Потому что с этой женщиной была проблема уже долгое-долгое время в церкви. Что я увидел, человек становится раздражительным. Очень раздражительным. Посмотрите на Иону. Иона бежит от Бога. Сознательно бежит. Потому что видеть Ионе не хочется, чтобы Ниневия обратилась. А у тебя они спрашивают, что тебе хочется или не хочется. Это разговор не о том, чего тебе хочется или не хочется, что тебе нравится или не нравится. Мы рабы ничего не стоящие. Мы сделали то, что должны были сделать. Так учил Иисус Христос. Есть люди, которые приходят в служение с условиями. Хорошо, я буду служить в этом служении, но с условиями. Никаких условий. Никаких условий. Бог может сегодня мне сказать, переезжай в другой город. Никаких условий. Бог сегодня может забрать у меня служение, как у Саула, и дать другому лучшему, чем я. Никаких условий. Мы рабы. Какие могут быть условия? У Ионы условия. Потому что введители Ниневия была частью Сирии. Сирияне доминировали над евреями евреи, платили им дань. Бог хочет уничтожить врагов Израиля, а я пойду им проповедовать, чтобы они спаслись. Десять раз сейчас человек взял просто билет в Фарсис, не скрывая. Сам же написал свою книгу Ионы. Сам пишет. Иона купил билет в Фарсис и бежал от лица Господа. Ну и что ты преследуешь? И что ты преследуешь? Как далеко ты собираешься бежать? Как далеко? Вот я знаю, что здесь сидят люди, которые явно бегут от Господа, потому люди раздражаются на ровном месте, на голом месте, потому у них ничего не получается, потому начинается шторм на их море. Но люди эти ждут, корабельщики выбрасывают груз, огромные потери. Парадокс. Иона ведет себя странно и неадекватно. Так люди себя не ведут. Нормальные люди себя так не ведут, как ведет себя Иона. Когда корабль тонет, разбиты борта, когда люди орут, каждый к своему Богу, караул, надо спасение какое-то, развязку ситуации, Иона спускается в трюм корабля и крепко заснул. Вообще это странное поведение. Когда брак рушится, когда дети непослушны, когда беда в доме, очевидное горе, к мужу не достучаться. Он на компьютере сидит, он устал, наушники надел, он в своем мире и вообще ушел из дома. Он спит. Люди метаются, что делать, как выйти из ситуации, как развязать ситуацию. Человек спит. Спит, потому что игнорирует ответственностью, потому что знает, что он причина происходящего, потому что он тот человек, из-за которого все страдают. Он тот человек, который должен взять ответственность и сказать, это из-за меня, из-за моего непослушания, Богу, из-за моего бунта против Бога. И удивительно, что Бог спасает Ниневию в итоге. Иона написано, был огорчен и сильно раздражен. Я просто, друзья, вам хочу сказать, что благо, благо, что этот Иона, просто благо, что этот Иона смирился хотя бы в очереде кита. Просто благо, потому что Саул не смирился. Он так и пал на собственный меч. Иона смирился. Иона хотя бы из шрева кита начал кричать. Начал звать Бога на помощь. Я просто смотрю, знаете, мы просто, мы просто исчезнем бесследно. Просто как помет, просто биологически распадемся просто и уйдем из этой жизни. Или мы вернемся к призванию. или мы вернемся к тому, что нам сказал Бог. Или этот кит нас выбросит для второго шанса. Я говорю сегодня к мужчинам и женщинам, я говорю сегодня к людям, которые знают, что они занимаются ни своим делом. Я говорю к людям, молитвы которых преграждаются самим Богом. Я говорю к людям, которые идут против себя. Людям, которые знают, что они должны делать. Но мозги просто пульсируют. Мозги говорят, я хочу жить лучше. Я не крайний. Я и так много жертвовал. Я и так много служил. Здесь никто ничего не замечает. Никто ничего не отмечает. И человек столько находит в себе подпитки. Даже не замечает, как он становится агрессивным, раздражительным на ровном месте. Но человек, покорный Богу, это человек смиренный. Смирение подразумевает, да будет воля твоя. Да будет воля твоя, Господь. Я не прыгну выше головы. Знаешь, я так вспоминаю, допустим, свое детство, да, и думаю, когда мы что-то, ну, навредничаем, там, натворим в доме. У нас четверо ребят у папы и мамы. И вот вспоминал сегодня утром. И если родители не знают об этом, как будто тебе лучше, тебя же, ну, пронесло, то есть тебя не наказали. И ты засыпаешь вечером не наказанным. Ну, как-то так скверно на душе. Как будто вот хочется, чтобы все-таки они поскорее это узнали. У самого силы нет. Это сказать, самому просто пойти и сознаться, силы нет. Но где-то внутри есть такое сильное желание вот просто выплакаться, вот просто высказаться, вот желание вернуться к себе, не играть вот в эту роль, что как будто все нормально. Доброе утро, папа, доброе утро, мама, а ты внутри знаешь, что оно недоброе это утро. Ты внутри знаешь, что в твоей жизни что-то, что очень недоброе. И как же хорошо засыпать, когда все во свете. Как же хорошо и легко жить. Я как сейчас помню вот это вот детство, вот эту радость, вот это лето, когда мы были на каникулы, вот эта свобода, вот этот простор, как сейчас помню просто эти белые одеяла, как мама нас накрывала, как легко было, когда за душой нет того, чего ты прячешь. Как тяжело Саулу, этому бедняге постоянно бежать, постоянно противиться, постоянно этот злой дух его возмущает, постоянно все его раздражают, потому что он виноват. Как тяжело человеку, который от себя уходит. И как легко, когда ты к себе возвращаешься. Очень распространенная тенденция бежать от себя. Очень распространенная тенденция. Когда я молчал, пишет Давид, кости мои обветшали от вседневного стенания моего, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Тело высохло, стенания душевные. Вот я представляю этого Саула, там же написано, посещал его злой дух, он бесновался. Это как тошнота, как рвота, оно отравленное, и оно в тебе. Организм хочет его вырвать, изрыгнуть. Организм хочет с Богом согласиться, душа хочет с Богом согласиться. Да оставь ты этот престол. Да Давид здесь не виноват, Давид там кричит на расстоянии, что ты бегаешь за мертвым псом, что ты бегаешь за мной, я же тебе никакого зла не содержу. Ты прав, сын мой Давид, но я не могу не бегать, я должен тебя убить. Как много людей, как много христиан сегодня не хотят вернуться к себе, не хотят что-то оставить, не хотят кого-то простить, не хотят оставить бизнес, не хотят одеваться скромнее, если Бог зовет их в служение. И смотришь, нет достойных церквей, нет достойных пастырей, люди говорят, мы уже обошли все церкви, нет хороших церквей в городе, не верим никому. Куда ты бежишь? Куда ты собираешься бежать? Я тебе скажу, вернись к себе, вернись через ту самую дверь, через которую ты от себя ушел, от себя не убежишь, ты можешь бежать куда угодно, ты можешь весь мир объездить, но от себя ты не убежишь. Надо вернуться к себе, надо вернуться к тому моменту, где ты поссорился с Богом, почему ты бежишь от правды? И Давид продолжает в своем псалме, но я открыл тебе грех мой, я сказал, исповедую Господу согрешения мои, и ты снял с меня вину греха моего. Мужчины дорогие, папы дорогие, мамы дорогие. Давайте вернемся к себе, вернемся к тому, что Бог о нас задумал. Бог о нас имеет самые прекрасные, самые невероятные планы. Бог о нас так прекрасно думает, у Бога такая замечательная для нас жизнь. Мне так хочется помолиться с вами, мне так хочется, чтобы вы как в детстве просто вернулись к своим родителям, чтобы вы также вернулись к Богу. В Боге нет осуждения, Он не отшвырнет вас от себя. Я просто верю, что ваша душа восстановится, вы должны уважить свою душу. Душа, она не боится Бога, душа не боится воли Божьей, душа, она расположена к Богу, потому что кто ее еще так крепко любит, как не Бог, который ее создал? И Он сказал, душа не больше ли пищи и тела одежды? Уважьте свою душу, как у многих из нас душа измотана, измотана, знаете, душа, потому что ты постоянно бежишь к какому-то другому образу, ты постоянно удерживаешь эту корону тогда, когда ты уже не царь, ты постоянно хочешь оставаться на престоле тогда, когда Бог хочет, чтобы ты с Него сошел, чтобы ты стал просто тем Саулом, который когда-то стыдился, прятался в обозе, чтобы ты вернулся к людям, вернулся в семью, зачем тебе вот это возмущение? Зачем тебе то, что Бог о тебе не определил? Почему вот эта погоня за чужим, за не твоим, за этим надутым имиджем, который в один день просто лопнет, и люди все равно увидят позор, пустоту, как тяжело жить надутой жизнью, как тяжело улыбаться, мучаясь внутри. Дух Святой, просто проговори к нашим сердцам. Сегодня утром я получил очень интересное письмо от одной женщины. Я встал рано, в 5 часов утра, нам не спится после этой поездки, открыл свой компьютер и прочитал письмо. Пишет женщина, такое слезное письмо, она пишет, Александр, мне снился сон, мне снился белый автобус, вы ведете этот белый автобус, вы за рулем. И я так понял, что едут люди в этом автобусе. И я подхожу к вам и спрашиваю, Александр, что вы ненавидите больше всего? И вы отвечаете, инвалидность души. И она разрыдалась просто, она говорит, как моя душа просто согласна с этим, как много духовных инвалидов, людей, которые не могут жить радуя жизни, когда жизнь возле нас. Жизни так много, ребята молодые, девушки, так много прекрасной жизни, так много всего замечательного вокруг нас, такие прекрасные наши дети, наши семьи, наши родители. Мне так хочется, чтобы мы возвратились к себе. Уважаемые друзья, я приветствую вас, рад всякой возможности общаться с вами. Хотя я сейчас не вижу вас, я просто смотрю в объектив, но я верю, что всем сердцем вы смотрите наши программы и поддерживаете наше служение. В это время мы особо нуждаемся, и потому особо обращаемся к вам и просим, пожалуйста, поддержите наше служение, чтобы мы смогли пройти этот сложный этап, в котором оказалась американская экономика. Нам просто нужно выжить. Поэтому я с верой в Бога прежде всего и с верой в то, что вы услышите мое сердце, обращаюсь к вам и прошу реально серьезной поддержки. Дело в том, что вы хорошо знакомы с продуктом, который производит наш телевизионный павильон, поэтому мы никоим образом не желаем сужаться или останавливаться в нашей работе. Напротив, во имя Иисуса Христа мы верим, что мы сможем при вашей помощи, при вашей поддержке продолжать делать то, к чему мы призваны от начала. Я твердо верю, что Бог заранил эту идею и Бог сопровождал нас все эти годы своей поддержкой и благословлял нас. Поэтому сегодня мы имеем сотни и сотни передач и тысячи и тысячи свидетельств того, что сделал Бог через наше телевизионное служение. Я конкретно, целенаправленно обращаюсь к вам и прошу вас, пожалуйста, поддержите наше служение финансовым. Молитесь о нас. Мы обязаны пройти этот сложный этап в нашей жизни. Мы должны продолжить производить эти программы. Просто дайте какой-то обет перед Богом поддержать наше служение в течение года какой-то определенной суммой средств. Я не хочу сегодня уделять много времени рассказывать о том, что мы делаем. Конкретно вы можете всегда зайти на наши сайты церкви, студии угол, прочитать об этом узнать, увидеть, почитать отзывы, что делает Бог в судьбах людей посредством наших передач. Потому спасибо вам огромное за желание быть с нами, стоять вместе и, естественно, разделять награду, которую Бог определил нам за послушание.